Ольга Валерьевна, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За сутки в Якутии выявлено 56 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Продолжается тенденция того, что в городе Якутске у нас зарегистрировано большее количество новой коронавирусной инфекции, 43 случая. Также зарегистрированы случаи заболеваний в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрнгринском, Сунтарском и Чарапчинских улусах. За сутки лабораториями республики проведено около 3000 исследований от коронавируса. Всего с начала пандемии исследования обработано 333 132 исследования. На сегодня, говоря о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, необходимо обратить внимание, что последующие две недели для республики будут характерны достаточно высокий уровень мобильности населения. Как извне республики будут возвращаться люди, которые приехали с отпусков, так и внутри республики. Поэтому я бы хотела обратиться сегодня к жителям республики с позиции того, что переезжая, приезжая, приехав в районы или возвращаясь с отпусков, пожалуйста, обращайте внимание, особое внимание на соблюдение санитарных и пневмологических норм. Как и говорилось ранее, достаточно сложной обстановкой остается ситуация с тем, что у нас достаточно много увеличилось количество больных, тех, которые имеют возраст старше 60 лет. Мы стараемся, и наши медики прилагают все усилия для того, чтобы непосредственно сегодня снизить как смертность, так и, соответственно, и быстрее лечить заболевших, но непосредственно количество людей в возрасте в наших больницах, к сожалению, увеличивается. Поэтому, конечно же, еще раз обращаюсь и обращаю ваше внимание, тогда, когда совершаете то или иное действие, особенно если оно касается посещения близких родственников или сбор каких-то мероприятий, всегда понимайте, что вы выбираете между здоровьем и нездоровьем. Вирус может быть как рядом с вами, с незнакомым человеком, так и с достаточно близким. Поэтому сегодня мы готовимся, прежде всего, вся Республика оперативный штаб поставила задачу для всех глав муниципальных образований во главе с Министерством образования подготовить школы к 1 сентября, зайти к 1 сентября в школы и обеспечить там санитарно-эпидемиологический режим, который бы не дал возможность увеличения количества вируса. В настоящий момент Министерством здравоохранения вместе с Министерством образования принято решение о том, что первые две недели во всех школах будут медицинские недели. Достаточно большое количество медиков будет присутствовать в наших школьных учебных заведениях для того, чтобы провести соответствующую и диспансеризацию школьников, и профилактику вирусных заболеваний.